16 февраля в рамках Московского экономического форума пройдет секция «Бедность и неравенство. Рецепты излечения». Тема для молодой 25-летней России не нова, но, судя по повестке, заострена уже до предела. Не каждая птица долетит до середины той пропасти, что разделяет богатых и бедных, и при роскошествах топ-менеджеров, у которых очень много денег, их совсем много. Правительство все чаще говорит о новой волне приватизации, очередном переделе собственности. Есть ли решение в этой проблемы? Какие рецепты могут предложить нам МЭФ? Об этом накануне ТВ рассказал глава ассоциаций «Росагромаш» и «Новое содружество» сопредседатель МЭФ Константин Бабкин. «Новое содружество больным, которое мешает его развитию. У нас олигархи основные – это люди, не сделавшие какие-то изобретения, открытия, а люди, просто назначенные сверху в процессе приватизации. Кто-то известный Чубайса и делал приватизацию, считал, что это задача не экономическая, а политическая. Нужно создать новую элиту. И, очевидно, не случайно, что основными олигархами стали его друзья. То есть проблема расхвоения, она имеет такое политическое происхождение, и во многом сделано сознательно сформирование новой финансовой экономической элиты». Вот эта самая элита и руководить страной уже четверть века, напоминает эксперт. И в результате перекосы в налогообложении, когда богатый платит меньше бедного, перекосы в госфинансировании, когда государственные деньги программ поддержки делятся между своими. Сегодняшняя экономическая политика подавляет любую созидательную деятельность и вызывает дальнейшее расслоение общества. Есть ли пути решения? Эксперт я вижу в состоянии экономической политики, которая поцелена на новую индустриализацию, на развитие несырьевых секторов промышленности и сельскохозяйства. Это первое. И второе. В процессе экономического развития несырьевого сектора, но всей экономики, в первую очередь надо создавать условия для развития не олигархических структур, а для развития малого, среднего бизнеса, для появления миллионов и десятков миллионов новых, небольших собственников. Эксперт считает, чтобы талантливые и трудолюбивые люди включились в строительство новой экономики, надо дать им возможность получать доли того пирога, который сейчас всецело поедают олигархи. Тогда человек труда станет локомотивом экономики. У России есть все для того, чтобы испытать этап экономического подъема. Есть все необходимые ресурсы, есть земля, которую надо развивать и использовать в сельском хозяйстве, есть технологии, есть огромный рынок, есть люди, которые хотят работать и обладают традицией. Есть все, не хватает правильной экономической политики. Поэтому единственная трудность, что эта экономическая политика оккупирована в Гагаровске. Если это препятствие уйдет, оно будет идти только решением президента в нашей политической системе, то уже через полгода, через год уже начнется отдача и начнется экономический рост. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».